Всем привет, и с вами Банни, и сегодня мы поиграем в замечательную игру под названием Фрэн Боу. Ну что ж, давайте продолжать. Мы остановились на том моменте, как нам пришлось убить Жука Свину. Да, и вышел вот этот вот крыс. Вот, давайте к нему подойдем. Вот это место. Кто-то забрал его, мисс. Они просто исчезли. Боже мой, ты можешь сказать конкретнее? Жаль, но не могу. Казалось, будто земля его проглотила. Если я еще могу чем-то помочь, дайте мне знать, я буду поблизости. О, давай гребешок, прости. Это ты украл гребень для волос? Гребень для волос блестящий и красивый. Можно его мне? Пожалуйста. Хорошо, но сначала вы причешите мою шерстку. Да, я могу причесать тебя. Вот ты и солнышко. И смотри. Ну ладно, причесали. Ой, язычок аж высунула. Спасибо, моя леди, вы очень добры. О, мы теперь с гребешком. Чувак, как найти моего котика? Как сказать, моя леди, вы повсюду его искали? Конечно, но, видимо, чтобы я не делала, все идет не так. Моя дорогая мисс, хотел бы я вам помочь, но, кажется, те, кто забрал вашего кота из другого мира. Возможно, у них порталы, которые никто не видит. Кто знает? Портал? Что такое портал? Портал, мисс, это как обычная дверь, я думаю. Понятно. Спасибо, Крэйс. Пока. Вот так вот, крысятинка. Ой, так, вызываем таблеточку. Опа. Так, давайте, господи, давайте расчешем их. Вот ваш прекрасный гребень, господа. Вот здесь солнышко улыбающееся. Ах, человек по имени Фрэн, ты сделала это. Надеемся, ключ откроет нужную дверь. Теперь мы полетим на юг, прощай. Чудесно, прощайте, господа, приятного путешествия. Давай быстрее бери ключик. Все, а теперьушки. Давайте-ка мы... Крысятинка. А ну-ка, а что бы нам сделать такого? Ну-ка, а может... А, боже. Опа. У тебя есть... Так, ясно. Все, 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 я поняла, поняла. А, ты знаешь, кто забрал моего кота? Хотел бы он мне помочь. Да-да-да, все, я поняла, 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 поняла. Пока. Пока. Э-э, здравствуйте. Жукосвин мертв, сэр. Спасибо, теперь мы будем есть. Не могу, чтобы вы знали, внутри жукосвина не было кота. Там был крыс. Крыс, прости, я очень плохо вижу. У меня также проблемы с сердцем и больная спина. Также я страдаю от нарколепсии. Иногда я... Он спит, радость за него, спокойной ночи. Мне очень жаль, жукосвин. Мне жаль, что я тебя убила. Ага. Теперь где же нам искать-то... Нашего котика? Ну как же так было можно вот так вот взять и забрать нашего кота? Да. Хорошо, давайте подумаем логически. Ведь если у нас есть портал, значит с этим порталом что-то связано. А ну-ка, у меня такая глупенькая мысль. Давайте попробуем, что ли, клеим. Провищи просто не работают. Ээээ, тогда как же нам это сделать? Ох. Так, хорошо. Хорошо. Давайте еще раз попробуем. А ну-ка, а может быть... Ээээ, можно приклеить? О, немного клея на ручку, и куда мне это прикрепить? А ну-ка, может просто прикрепить нельзя этого сделать? Ээээ... Хорошо. Так. Ну где эта дверь? Ну давай. Ну смотри, Фрэн, не будь какахой. Дверь. Где нам взять дверь? Может мы что-то пропустили? Птичка. Опа. Вот. Мы пропустили дверцу. Вот поэтому у нас ничего не получалось. А теперь кушаем таблеточку. Давай, Фрэн. Теперь берем дверцу. Отлично, окей. Вот так вот делаем. И вот так вот делаем. Давай, сюда. А теперь берем и открываем это. Да мы же логики. Так, ну погнали. Ну, что там такая моя хорошая котик, 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 котик? Пожалуйста, донайти своего... О, кота. Какая забавная маленькая дверь. Хм, может там котика? Фрэн, аккуратнее ступай. Интересно, куда она меня приведет? Я не знаю, надеюсь, к котику. Мистер Полнич, ты здесь? Кто? Там сзади... Эй, 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 Фрэн. Что это за рука? Глава вторая, часть 2. Раздвоение личности. О, какая милая глава. Опа. Боже, где я? Я правда не знаю. Что у нас на голове? Что это, шляпа? Сними эту, этот ужас. Мистер Полнич... О, нет, твоя голова! Котик! Секунду, это не мой котик. Какая-то странная шляпа. О, надеюсь, он где-то здесь. Давай сначала осмотрим. И не лягу в эту штуку. Давайте сначала осмотрим все это. Ой, котелок. Здравствуйте. Ничего больше не можем взять? А, ну-ка, что там? Эм, хорошо. Пускай дует холодный ветер. Плита для готовки. Давайте посмотрим, а что тут можно взять? Давайте на все покликаем. О, разрыхлитель. Прекрасно. Шишка. О, ножик. Все, больше ничего нельзя взять. А что это за странные девочки? Мистер Полнич... Эти девочки, они забрали моего котика. Давайте глотнем таблеточку. Мама моя! Что это? Бежит тебе здесь удобно, малыш. Ну-ка. Ага! А ты можешь метнуть нож? Ладно. Окей, давайте пойдем дальше. Что тут можно сделать? Давайте посмотрим. Давайте поклацаем на все. Соль. Отлично. Какая-то странная вещь. Похоже на семечко. Отлично. Что мы еще взяли? Давайте на все поклацаем. Ой, перец. Отлично. Вообще супер. Так. Больше не на что кликать. Водичку. А может наполним котелок на всякий случай? У нас будет водичка, Фрэн. Все, отлично. Все, хватит. Тратить водичку. Теперь у нас есть запас воды. О, спички. Так. Я просто сейчас на все тыкаю, потому что я не знаю. Угу. Отлично. Давайте пойдем дальше. Угу. Угу. Так. Тут всякие тортики. Две девочки. Домик. А ну-ка. Так. Дрова. Теперь я понимаю, что хотел олень в клинике. Отлично. Пойдем наверх. О! Монстры, которые любят голос. Они похожи друг на друга. Черные свечи. Мама. Я же случайно. Что? Ага. Что-то есть. Там что-то двигается. Ребятки. Ой. Лисичка. Мистер Полночь, ты здесь, котик? Мяу. Мистер Полночь. Мистер Полночь, не бойся, я с тобой. Френ, это ты в самом деле? Ты, наконец-то? Мой милый котик, это я. Френ, я так рад тебя видеть. Солнышко мое, я очень по тебе скучала. Ты мне снилась. И вот ты здесь. Спасибо, что не сдалась. Я люблю тебя, мой друг. Я тоже тебя люблю, мистер Полночь. Я очень скучала. Дорогая Френ, как ты нашла это место? После того, как те люди забрали тебя в лесу, я пытался следовать за ними. Но спустя время я заблудился. Я был слишком слаб, чтобы выследить тебя. Я пытался поймать еду и подкрепиться, но что-то произошло. Кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Мой дорогой, я открою эту клетку. Нам нужна к тети Грейс. Френ, я очень устал. Лишь бы все это оказалось дурным сном. Я тоже устал. Но теперь мы можем заботиться друг о друге. Френ, я могу спросить кое-что? Конечно, мистер Полночь. Что такое? Ты ощущала мое присутствие в своих снах? Да, ты велел принимать таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Френ? Я такого не говорил. Думаю, кто-то помог нам воссоединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовала чье-то присутствие. Правда? Какое присутствие? Это был не человек, но существо было добрым и мирным. Чтобы оно не было, оно хорошее. Оно свело нас вместе, Френ. Ты это слышала? Слышала? Я посмотрю, что это. На этом ключе освобожу тебя. Хорошо, я люблю тебя. А ну-ка, что тут? Это же... Привет, малыши. Кто сшил вас вместе? Все, они не платят. Мама моя. Боже, пинцет. Боже мой. Это... Фу, это монстр. Кто идёт? Я слышу чьи-то шаги. Мама. Ох, вы меня напугали. Я думала, здесь никто не живёт. Вот ты где. Мы ждали тебя. Где твоя голова? Моя голова? Моя голова? Моя голова на нужном месте. Драгоценное существо из иного мира. Кто бы поверил нам? Простите, но я не могу понять смысл ваших слов. Фрэнд Боу, это твоё имя, так? Твои мамы и папы трагически погибли. Очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил, так? Помедленней. Как так вышло, что вы столько знаете? Мы просто знаем. Должны знать. Мы часть этого мира. Не печалься. Плохие вещи происходят со всеми. Постоянно. Хотела бы я, чтобы ничего не произошло. Я растеряна. Не желай невозможного. Ищи решения и ответы. Да, но боль настолько влека, я не вижу решений. Попей чаю и сиж кусочек торта. Тебе станет лучше. Я не думаю, что нам нужно кушать у этих девочек. Я не голодна. Скажите, кто вам сказал обо мне? Ты боишься, маленькая Фрэнд? Конечно, нет. Моё любопытство и всё. Я скорее озадачена. Ты ещё не спрашивала о своём коте, мистер Полночь. Это очень странно для девочки, которая так любит своего кота. Так ты спокойна, а ведь нашла его в клетке. Голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя. Я люблю его, поэтому я здесь. Я не хотела быть грубой. Ты хочешь его вернуть? Да, прошу. Я очень хочу его вернуть. Он мой лучший друг. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала. Это длинная история. Я сбежала из одного места. Из мерзкого места, где детям скрывают головы, чтобы понять, что с ними не так. Фил рассказал мне секреты, и я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес и встретила гигантского муравья. И убила жука. Это было ужасно. Потом я встретила крысу, желавшую причесаться. Затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. Но когда я зашла, что-то произошло. Больше я ничего не помню. А, я ещё видела настоящую семью шишек. До того, как я сюда попала, они живут в доме мистера Антонио и любят ягоды. Я видела летающих насекомых, застрявших в дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу. А теперь я здесь. Ищу мистера Полночь. Вот это приключение! Сколько тебе лет, Френ? Мне 10 лет. Скоро будет 11. А вам? Нам 16 лет. Мы старше тебя, поэтому ты должна нас слушаться. Я не хочу вас слушаться. Вы не можете мне указывать. Ты не поинтересовалась, как нас зовут. Как невежливо. И ты не должна бродить по дому без разрешения. Ты глупая, глупая, маленькая. Девочка без семьи. Прекратите, пожалуйста. Простите. Я не хотела грубить. Ты плачешь? Если ты плачешь, значит попадешь в беду. Если ты не сделаешь, как мы скажем, ты и твой кот умрете. Ты понимаешь? Может, я не могу? Да, Лидия, я сделаю все, что потребуется. Хорошо, теперь слушай внимательно. Ты должна выполнить над нами магический трюк. Любишь магию? Магия волшебна. Кто не любит волшебство? Так вот, эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт. Будь внимательна и точна, иначе произойдут ужасные вещи. Я не знаю, смогу ли я. Сделайте сами. Мы не можем. Это нас убьет, знаешь? Мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми в разных телах. Ну, как вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью давным-давно что-то предстало перед нами. Мы думали, что это был ангел. Но это было не так. Он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял нас на такое существование. Мы так и не поняли, почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его. Но мы займемся этим позже, когда не будем привязаны друг к другу. Мы покажем ему, что он бессилен. Он пожалеет о затеянном. Это ужасно. Я сделаю все, чтобы помочь вам. Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала. А пока ты можешь пойти поговорить со своим котом. Но мы не будем его освобождать. Даже не пытайся открыть клетку. Если поможем нам, мы поможем ему. Звучит справедливо. Я буду ждать вас. Ага, вот и ключ. И, Фрэн, ты видишь этот ключ? Ты хоть представляешь, что его можно открыть? А? Глупая-преглупая девчонка. Ха-ха-ха. Ой. О мой бог. А? Что это за запах? Боже. Пишущая машинка. Сова. Это же наш котик. Упадем наверх, что ли? Лестница упирается в стену. В смысле? Так. А ну-ка. А может нам что-то писать? Давайте изучим сердце лягушки, голова юной. Что? Шерсть и кровь черного кота. Пентаграмма из пепла, обгоревшая тело лисы. Что это? О боже мой. Что это вообще такое? Ну, зачем нам это делать? Вообще, боже. Фрэн. Что это такое? Так. Ладно. О-о-о. Ладно. А ну-ка. А можно, допустим, изучить с этим? Похой рецепт. Ну что? Давайте глотнем таблеточку. Угу. Давай залазь. Ага, до сих пор ты не можешь. Хорошо. Мост тебе нужен. Хорошо. Ага. Давайте еще раз все посмотрим. О-о-о. Опаньки. Снова он. Но я не принимала таблетки. Что-что-то тут не то. Почему он здесь? Опа. Ух ты. Жавы старых. О, жабка. Эй, ты. Да, кто говорит? Я, жаба. Я должен тебе кое-что сказать. Да? Что такое? Ты в большой опасности не доверяй тем девочкам. Почему вы это говорите? Послушай, девочка, я знаю, что могут... Я знаю, что могу уплыть отсюда. Но они мне не позволяют. Каждый раз, как я пытаюсь выбраться, я возвращаюсь. Этот дом будто огромный магнит. Магнит для жаб и котов. Они любят нас. Но не просто так. И чтобы использовать нас. Не доверяя им. Это ужасно. Вот почему мой котик здесь. Они дали тебе рецепт для какой-то магии. Верно? Как вы узнали? Ты видела мертвую девочку в одной из комнат. Ты закончишь так же, если воспользуешься рецептом. Она пыталась и сделала все неправильно. Боже, мне нужно что-то придумать. Я не очень умный. На твоем месте я бы подошел к делу творчески. Творчески я сделаю все возможное. И девочка, прошу, спаси нас. Я очень хочу выбраться отсюда. Давай глотнем таблеточку. Опа! Скептика мне нужна правда на бумаге. Моя сестра пыталась поймать меня, но я убежала. Не страшно, ты поможешь мне? Ну на свет. Ага, то есть мы можем что-то исправить, а? Я ведь права? Ну-ка, что это за записка? Добро пожаловать домой, чудесный котенок. Надеемся, тебе нравится твоя новая кровать. Будь славной. Будь славной и я же свою еду. С любовью, Клара и Мия. Звучит как любовная записка. Так. Отлично, давайте поищем правду, значит. Если скептикам нужна правда, значит поищем правду. Опа! У нас метла. Отлично, давайте посмотрим эту комнату, потому что, мне кажется, тут что-то в ней есть. Она правда очень жуткая, но ладно. А может, можно как-то вскрыть? Кровать. Может, нам придется включить вот это тут? Ох, ты ж мама. А ну-ка, а может вот так вот? Нет. Ай, не надо, зачем? Тут одно и то же. Мама, да что ж такое? Хватит врубаться-то. Опа! Ваза для цветов. Пепел, да? Вот. Что нам там надо было изучить? Так. Сердце лягушки. И... Как? Ну, голова, видимо, уже есть. Котя! Ой, а где наш Котя? Ребятки, где наш Котя? Я потеряла Котю. Боже, где Котя? О, Котик. Я не пойму, где Котик наш. Котя! Коть! Где наш Кот? Я в ауте. Котя! Что ты мне показываешь? Где наш Кот? Мама моя родная, где мой Кот? Френ, где наш Кот? Вот скажи мне, а? Любопытство. Ладно. Хорошо. Пусть будет так. А, фу, господи. Вот так вот баня тупит. Так. Котясечка. Френ, ключ уже у тебя? Работаю над этим. Увидимся. Так. Ну, во-первых, лиса. Ну, так. Давайте еще раз. Нам что, придется шерсть? Нож, это не ключ. Да, господи, дурная. Я хочу у него шерсть взять. Ладно. М-м-м. 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 Эти девочки жуткие. Они хотят меня использовать. Опа. Они срезали мою шерсть и забрали немного крови. Ой, мой милый. Они ведьмы. Злые ведьмы. Знаешь, как в сказках, что мы любили читать. Да, ты прав. Совершенно прав. Я не знаю, что делать. Я не знаю, Френ, что те девочки тебе сказали. Они сказали, что не были соединены друг с другом раньше. И что они отомстят тому, кто совершил это с ними. Они также показали мне ключ. Я уверена, что этот ключ от клетки. В них сидит зло. Возможно, у тех, кто это сделал, были свои причины. Похоже, придется порваться с помощью зла. Должно быть что-то, чего они боятся. Я не знаю. Посмотрим, что я могу найти. Скоро увидимся. Вот. Вот мы натыкнулись на такой вот случайный разговор. Но все же. Я с вами прощаюсь, потому что... Потому что пора заканчивать. Пишите в комментариях. А с вами была Банни и Френушка Боу. И мистер Полночь. Всем удачи и всем пока-пока.